АЛЕКСАНДР ГАМОЛЯ 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 Вас витая служба информации телерадио компании Гомель У студии працует Александр Гамоля Глядится в этом выпуске Вызначилися с выбором в первый день до терминового голосования На участке пришли 0,5% выборщиков Зимовка живела С прибавлением увазей Добрыми надоями в регионе проанализовали Ситуацию с нарыхтовкой и заховыванием кормов Зернятка да зернятка Тимаюсь обгонтование чутки Про недохоб гречки и ее подражание Доведались наши корреспонденты Зараз мы ведаем, куда исти Дякуючи новой инфраструктуры Неведущие люди Отшивают себе больше пеунина А зараз об этом и иншим Больше подробязно На аппаратной нараде Зуделом старшини Гомельского облвыконкама Геннадия Соловья Обмерковывалася ситуация с нарыхтовкой И заховыванием кормов Ситуация оказалась неоднозначной Часткой нарыхтованного псуеца И страшная якость В экономичном плане Это означает Зменьшение объемов И финансовые страты Что напрямую уплывая на зарплаты работников Тему доследовали наши корреспонденты Акционерное товарыство Завидовское У Доборожском районе Одно з лепших сельгазпредприемствов По селяким выпадку У шмат яких инших господарках Об таких выняках только марать Хоть спыняться на досягнутым тут не збираються У гэтым годзе Часку травянистых кормов У першыню нарыхтовали по сучасной технологии З використаннем пленки Правда, спочатку пришлось укласти Достатково значные сродки У набыцё необходных обстоятельств На первоначальном этапе Это затратно А потом оно выходит с прибылью Ввиду получения конечного продукта Продукции животноводства То есть, который сказывается в привесах И в производстве молока Плюсы от выкористания кормов Нарыхтованных по сучасной технологии У Завидовским убачили худка Якость оказалась настолько высокой Что отходы при кормлении живёлы Не застаётся у воголе А надои стабильно высокие З уликом того, что молоко У сельгазпредприемствах Один из основных видов продукции Это особливо важно Поедают лучше И отходов вообще нету И запах замечательный Поедаемость отличная Якость нарыхтованных кормов Постоянно контролюется Специалистами районных И областной ветеринарных лабораторий Порушению выявляется не тоя капшмат Але и выключениями яны не з'являются У самих сельгазпредприемствах Их тлумачить у основным Финансовыми проблемами Что приводит до невыконания Технологичных потребований Дарайши с выкрыстанием той же плёнки Сёлита нарыхтована Только крыху больше Як 10% у сенажу Хоть выкрыстовывать неякостные кормы У керонюковых господарок Хочай за всём не отрымается По выниках проверки Ветеринарный урач Подрыхтуя рекомендации И обовязково проверить их Выконание Иншая справа, что Лепшими кормы Усё ровно уже не стануть Контролируются показатели Всенажной массы Это масляная кислота Сухое вещество И нитритонитратная группа Если показатели Какие-то Стороны ухудшения Качества корма Значит, да Были какие-то нарушения При закладке корма Межтым у Завидовским Плануюць рухацца далей У наступным годзе Тут повелишись пасевы Кукурузы Для кормления живёлы А гэта значит, что Необходно выкарустовывать Тэхнологии По якосным захаванні зерня Размова идзе Перш за всё Об выкарыстанні так званых Рукавоу Лепшай технологии Пакуль напэлна нема Правда, зараз на Гомельшыне И она выкарустовывается Не вельми массава Исходя из той информации Которой мы владеем И опыта работ От других сельхозорганизаций То тема очень интересна И думаю, что Можно в будущем Рассмотреть данную тему И применить её в практике Олег Шенчурова Ольга Коновалова Валерия Гапанько Телерадиокомпания Гомель Подставой для наступного материалу Ставу завороту Телерадиокомпанию Гомель Одразу некольких лидер-шоу Людей текавить Одинная тема Ажиотаж на контакт Решки Обгрунтованная проблема Ти надуманная Застанется социально-значенный Продукт на полицах Ти зникне И кольки будет кыштовать На всех эти пытания Отказы знойдены Посля наведывания Крупозавода И ознамление С реальной ситуацией В Галине Свой комментарий Нашим корреспондентам Дал и керовник Головного управления Ганблю и послух Гомельска Габлова Конкама Дмитрий Котов Протягнет эму Гомельский крупозавод Один и Украине Займается перепроцовкой Зерня гречки Месячная могутность Коля тысячи тонн На выходе готовой продукции Отримливается Коля 650 тонн Зерня от поставщиков Показывают его Как державные сельгазпродприемства Так и фермерские господарки Спочатку поступая У лабораторию Тут проверяют на вильготность Зерневую И гатунковую примесь Коли не отповедая Стандартам Перший показчик Досушуют сами А коли два другие Вертают на допрацовку Але селита Подобных выпадков не было Уроджай отрымался добрый И без проблем Проходил проверку на якость Далее гречка Поступая на сепаратор Тут отбывается отделение От зерневой примеси Наступный этап Пропарка Затым сушка Вытворчий шлях Протягивается на стады Илучшения Очистки от лузки И разделений по фракциях Гречка готовая До фасовки И отправки На полиции магазинов Перепроцовка зерня До речи займает Коля полгодины У нас все поставлено на поток У нас плотно работаем С нашими поставщиками Разрабатываем график поставки Как гречихи Так и на выходе Сразу же продукция Отгружается Потребителю Все в процессе На складе готовой продукции Гречка не затримливается Больше за неколький дн И она оперативно Поступает до своего Госпожица В разных кутках краины На заводе Отзнашают Ажиотаж На конт недохопу Гречки Надуманы Все летнего урожаю Так само Иснующих запасов Хопить Каб забеспечить потребу Всего населенства Беларуси Порядка 20-22 тысяч тонн Нужно Значит По республике Валовы сбора Где-то порядка 14 тысяч тонн Уже заготовлено То есть Переработку По Гомельской области Мы уже приняли 2100 Ну и плюс еще Подвозят нам Хозяйство Есть импорт Есть еще С прошлого года Еще у нас Зерно Поэтому все будет Перерабатываться В штатном режиме Коли казать про цанутую Она так само не повинна Хваливать людей На крупозаводе Для заказчиков Кошт послуг Паперопроцовцы зерня Вырос у сего На полтора процента Это отбылось У першиню за два годы Годлевые сетки регионов Свою чаргу Так само Моцно завышать цену Не будут У паровнани с кастричником У листопадии Назменилась у сего На некольки копеек Возможно будет даже В ближайшее время Определенное снижение В связи с тем Что с 1 ноября У нас Введено Ценовое регулирование На крупу гречневую Путем установления Предельной Максимальной торговой надбавки В размере 25% Это с учетом Оптовой цены Которая не может превышать Оптовая торговая надбавка Не может превышать 10% Запасы В торговых организациях Позволяют Бесперебойно Обеспечивать Любые потребности Населения Поэтому Нет оснований Даже волноваться Что Этот товар исчезнет Или будет Значительное ценовое колебание Дмитрий Котов Игорь Марышенко Телерадиокомпания Гомель В первый день до терминового голосования На Гомельшине в делу в выборах Приняли 4,82% Выборщиков Такую информацию Продоставила Областная комиссия По выборах депутатов Палаты Представников Национального схода Республики Беларусь Семого скликания Найбольше активными Оказались Жихары Хонницкой округи Где на участки Пришли 7,6% Выборщиков По 5 и больше Процентов Выборщиков Приняли в делу В голосовании Гомельской Центральной Гомельской Новобелецкой Житковицкой Калинковицкой Мазырской Полесской И Рогачевской Выборщиков Округах Нагадаем Что в целом По области В первый день до терминового голосования На участки пришли 4,82% Выборщиков Подаденных в центр Выборкам Это крыков Выше Середня Республиканского Показчика Организаций и водитель Голосовать на этом участку Будут 900 человек За какой он Робец выбор Не каже никто Але по яких критериях Вязковцы не утойвают Кем работает Образование Является он партийным Или беспартийным Ну вот Смотришь В принципе даже Сама фотография человека Ну может многое сказать Вот Внешность Ну тоже Имеет значение Как то Ну вот Человек же он Располагает или нет Вот смотришь Вот если он Более приятный То почему бы и нет По количеству Если судить То сегодня до обеда Мы сделали уже практически ту цифру Которую сделали вчера за день В основном народ идет Когда идет на обед Вот С работы идут На обед заходят Голосуют И если с обеда Возвращаются уже на работу Тоже заходят Ну и После четырех часов Вот где-то Перед пять Пол шестого Тоже наблюдается Активность Когда люди тоже идут с работы Уже домой Тоже заходят На участок Для того чтобы проголосовать Олег Синтюров Йогиня Кухаронак Валера Гапанько Отеля Радоя Кампания Угомель Добрыжский район Посяжение областного координационного совета По выполнению декрета президента номер восемнадцать Прошло сегодня у Гомеля У приватности обмерковывались Пытания по спогнании За позитивности Забовязанных особ Это граждане Якия позбавлены Батьковских правов И повинны Выплощивать Грошовые сродки На утромане Своих дятей У специализованных Установах У регионе Каля двух Тысяч трохсот Обовязанных Особ Больше Ким сбираются Представники Отказных Службов По двести Попередние Выники Вызначить Приоритетные Накерунки Работы Будем анализировать На сегодняшний день Динамику Динамику Взыскания Задолженности И причины Которые Способствуют Ее Либо снижению Либо повышению Будем искать Выходы Из проблемных Вопросов Громадянам Якия позбавлены Батьковских правов И не компенсуют Выдатки краине На утромане Их дятей Може пагражать Криминальная Отказность Артыкул 174 Криминального Кодексу Продуглеживая Позбавлению воли Термином До трех годов Житё у Темры Сегодня Межнародный День Сляпых И он закликан Нагадать Кожному человеку Что побачь люди Якия мают потребу Употрымцы Допомозе И просто Принятие Марина Джалая Доведалася Как городскую инфраструктуру Пристосовывать Для того Каб Зарабить житё Человека с белой палкой Больше комфортным Натали Солохиной 39 Могчимость бачить А мальцалкам Янастратила 20 годов тому Проблемы со зроком Были с народжения С каждым годом Свет навокал Почал поступово И не ухильно агортваться темрой Але чай Не для Натали Жанжина вышла замуж За ведущего мужчину Шесть годов тому Народила дачку Анастасию Почала займаться Громадской деятельностью А потом и творчей Захапилась танцами И клоунадой А зараз вот Радуется Наталья У городе Почали больше уваги Надавать проблемам таких Як яна До центра инклюзивной культуры Что на юбилейной И вот тут Каля святлотехники Платковали зручную инфраструктуру Дякую чаяку Сляпых нема Рызыки упасть Альбо заблудить Сейчас очень хорошо Что сделали Вот такую Безбарьерную Среду Нам очень удобная Плиточка Очень хорошо ориентироваться Быстро мы находим Путь куда мы идем И надеемся Что в дальнейшем Будет это по всему городу Вот Потому что С помощью этой плитки Хорошо ходить Нам Нащупываешь Вот ногами Чувствуешь Где предупреждение Где Направляющая Вот Плиточка Идет И к остадовочным пунктам Очень хорошо Ориентируешься Уже куда подойти Абтым Як на этом участку Советской Рабили тактильные дорожки Ставили поручени СМИ рассказывали регулярно Меркование На гэтыкон было шмат Утым лику Супрацлеглых Вядома Что она вот самая Высокородная справа Зауседы знойди скептыков И усе ж таки Коли нашали Пакласти безпеку слепых людей И безгрунтовную позицию Тих, кто супраць Сумленья Не покиня выбору И оно зауседы Повинно быть на боку Тих, кому горш Сделали уже до конца Безбарьерную среду Наши инвалиды Успешно пользуются Данными Элементами Безбарьерной среды Все остались Очень довольны Я хотел Благодарить Шулейка Юрия Витольдовича Мэра города Кириченко Петр Алексеевича Работа пошла Намного быстрее Увереннее Зараз Гомель Знаходится на другом Пасляминском месте По створению Безбарьерного осяродя Это течется Як уладкование Пляцовок с тактильными дорожками Припыночных пунктов Громадского транспорта Так и зручного Знаходжения Наприклад У объектах Громадского охарчевания Но этот шлях На встрече с тем, кто живет в Темре Еще только начинается Важно, чтобы все люди Отчували свет Який идет от других Не обояковых До их проблем И клопотов Марина Джала Игорь Марышенко Телера До компании Гомель Это и другие новины Вы можете найти на нашем сайте В интернете По адресе www.tvrgomel.by Выпуск завершен Спасибо за увагу И до встречи в эфире Де факто на телеканале Белару 4 в студии Руслан Габрилев Здравствуйте К поджогу легкового автомобиля в Гомеле на Реческом проспекте Может быть причастен бывший муж владелицы машины Об этом сообщили в милиции Подозреваемый был оперативно задержан Инцидент случился накануне в 12.40 около многоэтажного жилого дома О возгорании сообщили очевидцы происшествия Они же вместе со спасателями участвовали в тушении пожара Недоброжелатель разбил лобовое стекло иномарки Чтобы учинить поджог Пока это главная версия причины возгорания Следствие устанавливает мотивы Возбуждено уголовное дело В ходе оперативно-ростных мероприятий Сотрудниками уголовного розыска советского РОВД города Гомеля Был установлен мужчина Который подозревается в совершении поджога иномарки Это гоменчанин 1976 года рождения Нигде не работающий Он был доставлен в советский РОВД для разбирательства Судя по тому, как выглядела его верхняя одежда Можно сделать вывод о том, что он и сам мог пострадать от пожара За сутки сразу три наезда на пешеходов В Гомельской области в ДТП пострадали две женщины и мужчина Все инциденты произошли в темное время суток Два случая в Гомеле и один в Калинковичах В операционное отделение больницы попал пешеход, который переходил в областном центре дорогу по улице Ильича На одежде мужчины не было фликера и проезжую часть он переходил в неположенном месте Сбил 51-летнего пешехода водителя автомобиля «Мерседес Бенц» А на улице Междугородней в районе дома номер 2 пострадала 67-летняя женщина Ее сбил форт на пешеходном переходе повышенной видимости За месяц пешехода не смог пожилой водитель Женщина была доставлена в травматологическое отделение В Калинковичах на больничную койку отправилась 53-летняя горожанка При переходе улицы она нарушила правила дорожного движения Впрочем, Гришок и за водителем Он управлял легковым автомобилем при том, что никогда не получал водительского удостоверения По-прежнему наезд на пешехода является одним из самых распространенных видов дорожно-транспортных происшествий Поэтому, пользуясь случаем, хотелось бы напомнить пешеходам при пересечении проезжей части Быть более внимательными и осторожными Переходить дорогу только в установленных местах При этом не забывать убеждаться, что водители вас заметили и вам уступают уже дорогу В темное время суток не забываем обозначать себя световозвращающими элементами Либо жилетами повышенной видимости Конфискованное авто, 2805 рублей штрафа и ограничение свободы на 6 месяцев Такой приговор получил 29-летний неработающий житель областного центра За повторное в течение года управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения В течение года водитель дважды попался инспектором на веселе Первый раз его остановили и отвезли на освидетельствование в июне 2018-го А в мае этого года любитель покататься под шофе повторил свой подвиг В обоих случаях он признал вину По совокупности нарушений общая сумма штрафа составила более 4000 рублей До погашения долга водитель лишен права покидать страну Сдавала виртуальные квартиры и заработала обвинение по уголовной статье Жительница Речица обманула 9 доверчивых квартиросъемщиков, вешая им на уши рассказы о реальности своих предложений Махинаторша находила в интернете объявления людей, которые искали в райцентре съемное жилье Высылала им фото сторонних квартир и уговаривала внести предоплату, чтобы гарантировать бронь Но в реальности все оказалось иначе Находчивая речичанка просто обманывала соискателей, чтобы завладеть их средствами Деньги они переводили женщине на счет банковской карты Вычислить мошенницу не составило труда, но ей удалось обмануть немалое количество людей Когда она чувствовала, что люди настроены решительно и требуют вернуть им деньги То часть средств переводила обратно Таким образом, мало кто из потерпевших обратился к правоохранителям Обвиняемая убеждала граждан, что ее квартиры пользуются спросом И даже на них есть очередь Для гарантированного заселения она просила предоплату У кого-то женщина просила 100 рублей, у кого-то 150, у кого-то 60 долларов В итоге некоторым она вернула деньги, некоторым частично, а некоторым не вернула сумму до сих пор Общий ущерб, причиненный противоправными действиями обвиняемой, составил около 1500 рублей Примерно треть этой суммы она возвратила потерпевшим По делу обвиняемой состоялся суд и его вердикт Два года лишения свободы в условиях колонии общего режима Это вся информация выпуска Я Руслан Габрилев, благодарю за внимание До свидания На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта В студии Максим Савин Здравствуйте Гомель праздновал победу в очередном поединке чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге На Рыси на выезде играли с Лидой Свои амбиции гости обозначили к восьмой минуте первого периода Петров и Тополь, забросив по разу, вывели Рысей вперед Во втором периоде Иванов и все тот же Тополь удвоили преимущество гомельчан 4-0 В третьем периоде гости продолжили доминировать на льдом Вылилось это еще в три заброшенные шайбы Жуковский сделал счет 5-0, Воронов 6-0, а Семочкин довершил разгром рыцарей 7-0 Завтра Лида ждет в гости еще одного представителя нашей области – Жлобинский Металлург Гомель следующий матч проведет 17 ноября В гостях подопечные Сергея Стасия играют с Могилевым В преддверии поединка против Лиды и Стана Гомеля пришли новости о кадровых изменениях в рядах руководства клуба Виталий Усович покидает пост генерального директора По сообщению пресс-службы Белорусской Федерации Хоккея Контракт со специалистом будет расторгнут по согласованию сторон Виталий Усович более 9 лет возглавлял клуб За это время Гомель пять раз выигрывал бронзу национального чемпионата Дважды становился обладателем Кубка Белоруссии Игроки гонбольного клуба Гомель в числе лучших бомбардиров чемпионата Белоруссии В женском первенстве в пятерке самых результативных Наталья Котина Левая угловая Гомеля в среднем делает шесть результативных бросков за матч И с 54-мя голами занимает четвертое место Лидирует Регина Кудрявцева из БНТУ У нее в активы 56 голов в девяти матчах У мужчин в первой пятерке списка лучших бомбардиров два гомельчанина Больше Сергея Орловского в чемпионате забросил только Максим Несвадьба из Кронана На четвертом месте Дмитрий Смоликов Выше него расположился еще один игрок гродненской команды Олег Луня Пополнить свой бомбардирский багаж Орловский и Смоликов смогут уже 20 ноября На домашнем паркете Гомель принимает БГУФК СКА Артем Золотухин в числе лучших игроков восьмого тура чемпионата Белоруссии по мини-футболу Игрок ВРЗ поспособствовал победе своей команды над гродненским УВД «Динамо» На счету игрока результативная передача и взятие ворот Вагоностроители, напомню, были сильнее соперника со счетом 3-2 При этом гомельская дружина после первого тайма проигрывала 0-2 Отмечу, что Артем Золотухин третий раз к ряду попадает в символическую сборную тура На этом пока все С новостями спорта ознакомил Максим Савин Оставайтесь на Беларусь 4 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова